Вопросы, конечно же. Меня зовут Владимир, я журналист, он моя пресс-карта. Посмотрите, хотелось бы с вами провести разговор, еще раз, не допрос. То есть вы отвечаете на те вопросы, которые хотите ответить, рассказываете то, что хотите ответить, можете контраргументы какие-то приводить, свои вопросы задавать, поправлять меня, если я где-то в чем-то не прав. Вы даете свое согласие на запись этой беседы и ее публикацию? Да. Да, как вас зовут тогда, представьтесь. Лебедев Андрей Викторович. Где вы проживали? Проживал в Самарской области, Волжский район, поселок городского типа Рощинской. А, служили? Служил там же. А часть? Часть 15-я, отдельная мотострелковая бригада. Должное звание? Командир зенитного отделения, зенитного взвода. А зашли вы в Украину какого числа? 24-го. 24-го в февраля? Да. В февраля. Зашли вы в составе? В составе бригады. В составе бригады. Сколько машин примерно? Даже не могу сказать, сколько. Ну, больше 50-ти, меньше 50-ти. Больше, конечно, 50-ти. Больше 100. Больше 100. Больше 150? Может быть, это так. Ну, около 150 нужно быть, да? Ну, какая техника была в составе? БТР, Урал. БТР, Урал. А зенитно-ракетные комплексы? Они на базе БТР. Ага. Ну, мы гражданские люди, мы не все понимаем. Так, и какие это были комплексы? Это комплекс ИГЛА. Угу. Комплекс ИГЛА какой имеет радиус поражения? Там, по-моему, до 5000 метров. До 5000 метров. А при попадании в объект? Это как? Не понял, как попадает. Ну, попадает вот снаряд из комплекса ИГЛА в жилой дом. А оно это ПВО? Это только для авиации. Это только для авиации и также других ракет, правильно? Да, да, да. Так они не применяются? Нет, так по земле не применяются. Хорошо, вы зашли с какого города в Украину? Мы не с города, мы через поле зашли. Угу. И зашли где-то уже, ну, да, днем, во второй половине дня. Ну, это, населенных пунктов не было, потому что я не могу скачать. И зашли. Понимали, что вы заходите на территорию Суверенного Суверса? Ну, так-то да, понимали. Зачем шли? Ну, нам бы вообще изначально сказали совершить марш. Угу. Где-то 250-300 километров вдоль границы. Эти истории мы знаем, я имею, меня интересует ваша человеческая мысль в этот момент, что ваше соображение по этому поводу. Ну, сначала действительно мы двигались вдоль границы, потом, получается, пересекли, что-то вроде бы, что-то не то. Так, ну, уже, наверное, поняли что-то не то, по номерам, по названию населенных пунктов, по номерам автомобилей, еще что-нибудь. Понятно же, что-то. Нет, нет, мы же по полю шли. В какой момент, скажем так, вы поняли все-таки, что вы уже в Украине? Ну, это уже, то есть, ночь мы проехали, ночью-то, потому что ничего не видно, там дача и в десанте. Да. И мы доехали уже, а, вышли на какую-то дорогу, я уже понял по дорожным знакам, вот, то, что уже автомобилей не было, то, что это уже не, это, не Россия, потому что дорожные знаки уже отличаются. Отлично. Так, и дальше, что, как вы двигались, куда вы? Ну, как раз мы днем под Нежином, город Нежин, вот там остановились, у нас у некоторых БТРов закончилась горючая, и вроде бы там это, ну, начали там, заправщиков нет, переливать с других БТРов, и тут этот обстрел начался, ну, то есть, попали, как сказать, к засаду. Вот уже... Много пострадало техники и людей? Никто не пострадал, ни техника не пострадала, ну, это просто со стрелкового оружия был обстрел. Мы развернулись и в обратную сторону. Недалеко отошли, по-моему, там деревня Великие дороги, или Великая дорога. Ну, допустим, да. Вот там встали. А вы развернулись, потому что по вам открыли огонь, или по какой причине? Ну, у нас и не было, и горючего не было, а еще там, оказывается, взорванный мост был впереди. Вот развернулись и отошли вот на Великие дороги. Хорошая подготовка, я вам скажу, к маршу. Идти в чужую страну, машины глохнут без топлива, не знаете, куда идете и ничего не понимаете. Когда шли машины обычные, во время марши, нормались? Нет. Все ехали? Все ехали, да, все ехали, у нас все ехали. Так, отошли Великие дороги и... Ну, это, вроде бы, как там попытались из них выйти, попадали под обстрелы. То есть мы там сколько батальона, мы там простояли два или три дня. Потом подошел другой батальон, второй, и уже, ну, они прорвались, получается, и мы вместе оттуда ушли. Угу. И вот здесь уже ваши мысли? Ну, то есть уже понятно, что в Украине, уже понятно, что... Да, понятно, что уже в Украине, уже и... Понятно, что война идет? Ну, да. 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 Или спецоперация? Если спецоперация, то в чем она заключалась? Ну, опять же, это как заключалось нам... Опять же, это все то, что нам было доведено дойти до Киева за пять дней. А, так было доведено дойти до Киева за пять дней? Ну, была информация, чтобы дойти до Киева за пять дней, и все. Не, ну, вы просто изначально говорили, что была информация покататься маршем вдоль границы, теперь вы говорите, что все таки была информация дойти до Киева за пять дней. Да, 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 вот покататься, а потом дойти до Киева. Ну, дойти до Киева за пять дней по той трассе, по которой вы говорите, это означает дойти практически без боя. Ну, может, там с какими-то остановками. Ну, так-то и было нам это сказано. Ну, но вы уже поняли в этот момент, что бой все-таки будет. Конечно. Видимо, за пять дней это все-таки... Да, если мы уже в этих, в этом селе, в этой великой дороге уже там, сколько там уже, дня три, наверное, простояли, переночевали там уже. Потому что уже это уже в пять дней это уже никак ничего. А с местными жителями как вы общались в этих дорогах? Да, ну, в принципе, как, местные жители там, ну, все по-разному. Ну, приветствовали вас, благодарили за то, что вы пришли, может быть? Нет, нет, нет. Вы уже для себя понимали, что вы в тот момент... Кем вы вообще являетесь в тот момент, вы уже понимали? Ну, я не хочу из вас... Вы, если не хотите хребрить? Может, вас спросили добровольно за... Нет, ну... И если вы не хребрите, вы можете ответить. Я вообще общаться не хочу, на самом деле. И... То есть, мне это не интересно. Все. Конец интервью. Да, ну, как-то, ну, как... Получается, как агрессоры зашли. Просто мы пытаемся донести вот те, кто будут смотреть... А люди смотрят из России очень много. И... В том числе, родственники ваши. Вот вы даже телефона не знаете, мы позвонить не можем. Но они мониторят постоянно этот канал. И смотрят наше общение с вами. И... Ну, нам бы, например, не хотелось, чтобы такие же, как вы, сюда шли. Потому что уже понятно, что цели нет, смысла нет. Непонятно зачем. И мы хотели бы через общение с вами, как бы, доносить этим людям, что... Вот, посмотрите, вот ваши люди, да, они же вас знают. И... И... Вот от вас, из ваших уст, что-нибудь донести по возможности. Если, как агрессоры, вы зашли... Ну, это, на самом деле, очевидно. Потому что на чужую территорию, с оружием, да, с тяжелой техникой, в том числе... Люди вас не приветствуют. Никто вас не благодарит. Не было ли мысли развернуться и уйти домой? Ну... Мысль-то, опять же, я человек маленький. Я... Кого я разверну и поведу назад? Ну, а между собой таких разговоров не было? Ну... Не, между собой таких не было. Вот, честно, не было. Угу. Ну, окей. В принципе, если вот у нас такой беседы особо не получается, расскажите кратко до момента сдачи в плен, что происходило, и на этом закончим. Ну, до момента в плен, что происходило, вот, ну, и как раз мы уперлись в это Жердово. Да. Получилось так, что мы в составе роты встали, на окраинах села окопались, и вот три недели вот со всех сторон вот это вот обстрелы были. Ну, получается, в каком-то мы окружении, в каком-то окружении были. Вы под Киевом были. Ну, вот под Киевом, да. Ну, то есть, понимаете, тут каждый куст может по вам стрелять. Ну, то есть, никто не рад, и... Ну, да, в окружении. Сами себя завели в окружении. Сами себя... Стреляла-то артиллерия, стреляла. Вот минометы, артиллерия, все. Тут простояли, и потом, что уже вот 30-го числа, вроде бы, я так понимаю, команда поступила отступать. Пошли обратно колонной тоже. И сначала ротой, естественно, потом батальон собрался. И вот в Новобасане, то есть, там вот нарвались на территориальную оборону, она дала нам бой. Они тоже с техникой, с танками, с БМП, у нас БТРы. Ну, в итоге, кто проскочил, тот проскочил, кто нет, тот... Попал. Попал, да. Вы для себя уже объяснили цель вашего пребывать? Ну, что вы здесь делали, и зачем? И цель вообще этой всей вашей спецоперации? Цель нет, потому что, если честно, то никто нам здесь рад не был вообще. А кого и от кого вы защищать пришли? Ну, было, как все вроде бы, то, что здесь русскоязычных угнетают, убивают. То, что фашисты везде. А чем вы от фашистов отличались? Лично вы или ваша бригада? Ну, от фашистов во Вторую мировую, чем вы отличались? Ну, не знаю, я вот за личное я не сделал ни одного выстрела вообще даже. Многие фашисты тоже не делали ни одного выстрела. Что вы кушали, когда вы стояли в Жижговой? Или где вы там стояли, вот вы долго стояли, что вы ели? Ну, пайки с нами, это... Пайки, про пайки мы ваше знаем, на трех человек пять пайков на десять дней. Потом покупали в местной этой пекарне, есть там такая, называется, два млина. Да. Покупали в них хлеб, сухари покупали. За что покупали? За деньги. За какие? Я не готов доложить. Докладывать не надо, у вас гривны быть не может? Я не знаю, потому что я этим не занимался, ну, потому что это... Покупали хлеб у них. Они сами пекли, на деревню пекли и еще развозили в соседние деревни. В домах, в квартирах, в погребах картошку брали? Я лично нет. Ну, а вы ели ее, вы видели? Да. Еще раз. Многие фашисты не стреляли во Вторую мировую. Ну, я по крайней мере допускаю, что так могло быть. Многие фашисты заходили в села Советского Союза. С многими из них нормально общались местные жители. Потому что попробуй общаться как-то еще иначе с людьми вооруженными, когда ты не вооружен. Многие из фашистов брали яички, молочко, хлебушек тоже брали в советских селах. И вы фактически заходите и стоите точно так же. При этом вы отдаете себе отчет, что вам никто не рад и как бы вы не знаете, не можете себе дать ответ на вопрос, зачем мы сюда приехали. Так чем вы принципиально отличались от фашистов во Второй мировой? Ну, получается, ничем. Нет, мы свои аргументы привели. У нас дискуссия. Беседа. Беседа. Да, беседа. Еще раз говорю, мы просто пытаемся туда донести, что раз вот вы здесь находитесь, добровольно общаетесь и говорите, мы ничем не отличались от фашистов. Я хочу, чтобы россияне просто посмотрели и тоже задались этим вопросом. Что те люди, которые идут на территорию суверенного государства, они от фашистов по сути ничем не отличаются. Их здесь никто не ждет, им здесь никто не рад, они здесь никому не нужны. И если они собрались погибнуть, а есть такой риск, ну, есть риск погибнуть. Конечно, да. То пусть поставят себе вопрос, за что, или в связи с чем, или зачем, я не знаю, как-то так. Потому что не всем везет попасть в плен. Многие ведь умирают. Вы знаете об этом? Да, конечно. Видел же своими глазами. А вы видели, что произошло со многими украинскими селами, городами? Нет. Не видели? Мы очень быстро прошли. Очень быстро прошли, постояли и при выходе вас разбили. Да, да, да. Хорошо прочитайте то, что написано. Село Гоголев рядом. Рядом с броварами. Это там, где вы были. Это видео от 12 марта. Да. Разбитые города, разбитые дома, целые улицы разбитые. Ну, очевидно, это артиллерийские прилеты. Не получилось, что человек же смотрит. Я говорю то, что он видит, потому что зритель этого не видит. Артиллерийские прилеты. Да. Это там, где вы были, рядом. Там километров 10, наверное, мы стали от этого. Да, да. Вот такое остается все после вас. Зрители не видят то, что вы на экране. Ну, могут посмотреть у меня в телеграм-канале, но не существенно. Как вы можете вот этого прокомментировать? До вас у нас, сразу скажу, ничего подобного не было. Все было хорошо. Кого защитили, от кого или освободили? У меня нет вообще этого. Это далеко не самое жесткое видео. Здесь трупов нет. Просто разбитое силу. Какая там была фраза на видео написана по серии? Русский мир. Русский мир. Что это такое? Ну, это явно не мир. Да. Русский мир, это явно не мир. Правильно. Путина уважаете? Ну, какой? Он президент. А действия его как оцениваете? Ну, это же от него исходило действие. Насколько я знаю, что он же был против войны. Так. У нас, чувствую, сейчас завяжется беседа. Он вышел 23-го числа в ночь и сказал, что объявляет деноцификацию и демилитаризацию Украины и спецоперацию. Это его слова. И в результате этой спецоперации вы пошли в Украину. Так как вы оцениваете его такие действия? Вот вы сейчас здесь сидите, вы пленны, вы простояли почти, ну, более месяца в Украине простояли. От фашистов, как вы сказали, ну, вы не можете вспомнить, чем вы конкретно отличаетесь. Действия вашего главнокомандующего, который вас отправил в Украину, как вы оцениваете? Нет, ну, как я говорил, вы можете не отвечать, потому что вы можете бояться, что по возвращению в Россию... Ну, да, я не буду отвечать. Так и скажите, все, я не буду отвечать, никто же не склоняет ничего. Все, достаточно, да? Да, все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok